Добрый вечер! Сегодня мы смотрим картину режиссёра Коста Гавроса «Капитал». Одну из многих картин, которые сегодня критикуют систему свободного рынка, но в художественно-убедительной яркой форме. У нас в гостях киновед, режиссёр, сценарист и вице-президент дильдии киноведов и кинокритиков Дивенея Терзатова. Здравствуйте, Женя! Здравствуйте! Какое впечатление на вас эта картина произвела? Ну, как всегда у Коста Гавроса или Коста Гавроса, если говорить, он же греко-француз, француз-грек, грек, который родился в Греции, но провёл всю жизнь во Франции. Как всегда, эта картина захватывает, когда её смотришь, потому что о чём бы он ни говорил, у него всегда всё равно на первом месте характеры, интрига, напряжённый сюжет. Успеет этот козёл купить акции? Или его опередят американцы? Или они все сговорились, чтобы меня обмануть? А впечатление на меня картина произвела двойственное. То есть, это хорошая картина, и мне интересно было просто смотреть на неё. Но, с другой стороны, конечно, не очень-то приятно жить в мире, поскольку ещё Коста Гаврос всегда берёт глобальные проблемы. И проблема, которая решается здесь, она относится не только к Франции, не только к западному миру, она относится вообще к миру и к нам в частности. Не очень-то приятно узнавать, что нами правят не политики, а деньги, банкиры. Здесь это абсолютно обнажённая ситуация, просто совершенно обнажённая, причём обнажённая до цинизма, до сарказма. И вот человек, который строит вот эту финансовую систему, причём ему можно симпатизировать в том смысле, что он хороший профессионал. Он хорошо знает своё дело. Это всегда очень приятно. Но последняя фраза в фильме, которую он произносит, так поднимем же тост, я ваш новый Робин Гуд, Робин Гуд новой формации, давайте будем продолжать грабить бедных и обогащать богатых. То есть Робин Гуд со знаком наоборот. Так и устроена цивилизация современная. Вот, так что, конечно, чувствуешь, когда смотришь эту картину, чувствуешь себя глубоко одураченным. Мы продолжим отнимать у бедных и раздавать богатым. Это дети. Большие дети развлекаются. Они хотят развлекаться, пока мир не рухнет. Мне довелось посмотреть эту картину в Париже, в обычном кинозале. Вот. И народ с восторгом аплодировал, кричал, обличал. Одним зломом, реакция была чрезвычайно живая, которую довольно трудно проявить перед телевизором. Но, тем не менее, я думаю, что и наши зрители тоже... А вы помните реакцию? Я не была на просмотре на московском фестивале. Реакция очень бурная. Бурная? Реакция очень бурная, да. То, что они все поняли про это. Это было еще до всяких событий международной политики. И тогда казалось, что рыночная... Многим казалось, во всяком случае, что рыночная экономика – это спасение. А тут показано, что это точно... Да, что это гибель. Я думаю, что можно будет еще вернуться к творчеству Коста Гавроса, к его предшествующим картинам, в том числе тех, которые были запрещены в советское время. И посмотреть, как менялось его собственное мировоззрение по отношению к этому. Потому что картина «Капитал» для него сегодня представляет такой своеобразной итоговой картиной, где он подводит итог истории XX века и начало новой эры в начале XXI века. На самом деле там происходит очень много вещей, которые связаны с некими психологическими дилеммами. И вот мне немножко этих дилемм в фильме «Капитал» не хватало. Там все-таки все достаточно однозначно. Но именно это однозначно сделало эту картину такой популярной и таким коммерческим хитом. Не будь этой однозначности и попробуй режиссер сделать что-нибудь нюансированное. Даже попробуй он просто понять по человечеству своего героя. Зрительская поддержка была бы значительно меньше. Люди считают, что деньги – инструмент. Большая ошибка. Деньги – хозяин. Чем лучше им служишь, тем лучше они с тобой обходятся. Бланк Фейн и его банк умеют обслужить деньги. Во Франции другая культура. Культуры меняются. Марилин. Президент. Переведите 10 тысяч с моего личного счета. Илиас Гигу. Илиас Угигу. Будет сделано. Нужно сказать, что вообще само по себе богатство является предметом поклонения. И поклонение золотому тельцу было уже в священных книгах, в апокрифах и так далее. Поэтому здесь есть некоторая нравственная дилемма, а есть некоторое, я думаю, лукавство мирового искусства. Потому что, показывая, как изгоняют торгующих из храма и поклоняются золотому тельцу, одновременно мы видим, как в храмах начинается беспошленная торговля, и золотой тельц продолжает царствовать. Вот эта сторона современной цивилизации тоже дослуживает внимания кинематографистов. Это не только вопрос телевизионных парфлетов или телевизионных репортажей. Это еще и вопрос того, как все это показывается и какие выводы из этого сделает читатель, служитель или зритель. А выводы он сможет серьезно сделать только если он увидит в этом какое-то человеческое измерение. Либо, как в случае капитала, если на это наложится такой жесткий жанровый каркас, я бы сказал, транифарса. С одной стороны, вроде это трагедия, а с другой стороны, это превращается в фарс. И вот именно фарсовость напоминает нам о знаменитой фразе, ныне очень почитаемого классика марксизма, что первоначальная история переживается как трагедия, а второй раз она начинает переживаться как фарс. По-моему, мы вошли в фазу, когда наша цивилизация начинает превращаться в фарс. Но это касается не только даже финансового мира и банковского капитала. Это касается очень многих сторон нашей жизни. И не хватает великого комедиографа, который мог бы это действительно превратить в такое фарсовое зрелище, напоминающее в чем-то американскую комическую. Я совершенно с этим согласна и хочу добавить, что Коста Гаврос попытался же это сделать. Он попытался, но его сарказм, его сатира, его фарс все-таки утопают в его серьезности. Он всю жизнь был слишком серьезен. Да, он серьезно. Он очень серьезный, да. И относится до себя. Да, он руководит французской синематекой и всякое такое. Он очень серьезный человек, хорошо знающий мировое кино, работавший там с великими французами, типа Ронаклера и прочее. К тому же, конечно, левых убеждений. Вот. И из семьи тоже там. Очень левых убеждений. Из семьи очень левых убеждений, да. Поэтому он не может просто так перейти на фарс. Хотя вот в конце, хотя бы вот в этой фразе, переделанной, да, Робин Гуд. Я Робин Гуд новой формации. Конечно, он делает попытку сделать это, ну, немножечко это все осмеять. И тогда бы это действительно начало придавать жанровую другую окраску. И в нашей, может быть, вот в этой ситуации это приблизилось бы к тому, о чем вы говорите. Серьезно сейчас довольно сложно воспринимать. Особенно вот в таких фильмах. Я просто хочу добавить, что вот на эту стезю, ведь попадают и женщины теперь. Раньше это было сугубо мужское кино. Ну, как же, Олл-стрит, воротила бизнеса, ну, женщинам там не место. Вот картина, последняя картина Экуте, американская, она о женщине, которая вот пробивая все абсолютно, хочет попасть на Олл-стрит на равных. И пока это тоже серьезная картина. Ну, опять-таки, ни та, ни другая картина не являются возвеличиванием, вот, его величество капитала. Нет, конечно. А являются разной формой критики того общества, в котором мы с вами живем. Конечно. Мы забыли еще одну ассоциацию, которая должна была нам прийти в голову, поскольку мы все-таки в России сейчас говорим об этом. Мы забыли о том, что Сергей Михайлович Эйзенштейн хотел аккредитировать капитал Маркса. Да, точно. Вот, и его, как бы, попытка почти ничем не увенчалась. Да, да. Хотя, с точки зрения интеллектуального кино, экранизировать такую теоретическую книгу про потенциальные преступления капитала были выигрышны, идеологически, неинтересны, интеллектуально. Но его опыт пытался продолжить знаменитый немецкий модернист Александр Клюге, который-таки экранизировал капитал Маркса. Но сделал это, правда, в документальном кино, а не в поэтическом, он собирался Эйзенштейн. И он сделал такой своеобразный аналог тому, что делает искусство Гаврис. То есть он облег все это в форму документального расследования. И на конкретных примерах, правда, в форме телевизионного сериала, а не кинофильма для кинотеатров, показал все те процессы, которые лежат под вот этой оболочкой банковской. А я еще помню комментарии, если я не ошибаюсь, комментарии Сталина, который узнал о том, что Эйзенштейн собирается, подал заявку на капитал, и Сталин сказал, да он сошел с ума, сказал Сталин. И все. На этом проект был закрыт. Вот Александр, как люди разрешили сделать. Так что ситуация не так безнадежна, как кажется. Ну а первым шагом в этом направлении будем считать показ фильма «Капитал» Хоста Гавриса на канале «Культура». Знакомление с ним зрителей. И, я думаю, явное сочувствие не столько авторам и не столько герою, сколько пафосу этой картины по отношению к обществу, которое мы называем рыночным. Ну, посмотрим, какая на это будет реакция. Думаю, что, во всяком случае, интерес будет проявлен достаточно большой. Ну, в любом случае, кино интересное. Я желаю зрителям приятного просмотра. Там снимались замечательные актеры в этой картине. Вот. Ну, спасибо вам, что вы зашли. Вы поделились нашими общими впечатлениями о том, об отношении, скажем, мира капитала и мира искусства. К сожалению, пока они однозначные. Это такая своеобразная любовь к ненависти. Спасибо. Спасибо. У нас в гостях был акиновед, акинокритик Евгения Тердатова. И мы говорили о картине Константина Костогавроса «Капитал», в котором делается еще одна попытка пригвоздить к позорному столбу Мерчестогана. Думаю, что вам будет это забавно и интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Капитал Капитал